ЗВОНОК В ДВЕРЬ В настоящее время участились случаи с заражениями. В связи с этим ряд животных были направлены на экспертизу в Караганду. Этот зоопарк создавали по программе поддержки предпринимателей. Надежда Брюхова разработала проект и получила на его развитие грант от государства в размере 3 миллионов тенге. Контакты на зоопарк успешно запустили. За два года он снискал популярность среди жителей региона. В выходные дни сюда приезжали семьями, и это место стало одним из любимых у детей. Руководство зоопарка взяло на себя некоторые обязательства, например, трудоустройство людей. Все обещанное администрация выполнила. На проектную мощность зоопарк вышел. А значит, по закону предприниматели могут распоряжаться бизнесом, как хотят. В течение пяти лет мы можем только осуществлять контроль по целевому назначению, то есть документально. Сдается соответствующий отчет фонда МОУ в налоговое управление, также в органы статистики. Я законом ограничен. Это закон нужно делать таким. Предприниматель праве, мы за целевое смотрим, он потратил, потратил, все. И дальше вышел на проектную мощность по плану. Если он не вышел, не создал рабочее место, нам показывают договор, тогда мы уже ставим вопрос о том, что он возвратил эти деньги. Сейчас руководство зоопарка имеет полное право забрать верблюдов и переехать в любой район. А это значит, город может лишиться очередного места отдыха. Однако в отделе предпринимательства заверили, никуда животные не денутся. Уже в сентябре зоопарк будет функционировать в привычном режиме. Владимир Пороховой, Светлана Лебедева. Новости Тимиртау.